Елена Миронова работает в сфере образования уже больше 15 лет. Признается, за это время ни разу не пожалела о выборе профессии. Она занимается с учениками художественным творчеством и руководит хореографическим коллективом «Фьерия». Подопечные Елены много выступают и гастролируют, побеждают на международных и всероссийских конкурсах. Власти региона решили отметить педагога ежемесячной премии в размере 10 тысяч рублей в течение года. Это очень волнительные эмоции, это настолько чувство такое потрясающее, особенно когда губернатор теперь говорит, двигайтесь дальше, стремитесь дальше, развивайтесь, это замечательно. По словам губернатора, учителя не только дают глубинные знания, но и воспитывают в учениках патриотизм. Дмитрий Азаров поблагодарил педагогов Самарской области за ежедневный кропотливый труд. Он отметил, что задача региональных властей заключается в том, чтобы создать комфортные условия для работы всего педагогического состава. Я совершенно точно знаю, что будущее Самарской области, оно в ваших руках. В руках учителя. Учителя с большой губ. Человека, который формирует личность, который формирует профессионала, который формирует в человеке любовь к своей родине и тягу к новым открытиям, тягу к знаниям. Поздравил с профессиональным праздником коллег и ректор Самарского государственного университета Геннадий Котельников. У всех с праздником. Это праздник всего нашего российского народа. Почему? Потому что все научились когда-то и учились сейчас. У всех есть дети, есть внуки, есть друзья, есть родственники. Поэтому без образования, дорогие друзья, равно просто невозможно жить в современном обществе. Для гостей подготовили яркую концертную программу. Все собравшиеся увидели футуристическое лазерное шоу под названием «Школа будущего». Педагогам, которые проявили особые успехи в работе, присвоили звание заслуженный учитель Самарской области. Кроме того, они получили благодарственные письма, цветы и денежные премии от губернатора. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.